друзья всем привет вы на канале smart from china с вами я александр сегодня я хочу вам предложить небольшое видео по тестированию стабильности тротлинга и энергопотребления трех моделей от компании сяоми это redmi 4x redmi 6 и redmi 5 использовать мы для этого будем программу cpu тротлинг которая нагружает процессорную часть и показывает заодно быстрое действие в гипс это единиц изменения равняющиеся одному миллиарду инструкций в секунду тест длится 15 минут по ходу я буду давать пояснения и еще бонусом у нас пойдет вот такой meizu m6s но это в качестве чисто сравнения на процессоре exynos 7872 также мы с вами оценим еще и энергопотребление как можете видеть сейчас все смартфоны заряжены на 100 процентов яркость их выставлено примерно на 70 процентов от максимума сразу бросается в глаза какой яркий redmi 4x на у нас и значит контроль температур мы будем осуществлять при помощи cpu of load контроль частот контроль энергопотребления посмотрим сейчас сколько у нас показывают батареи redmi 4x 4309 redmi 6 4 319 и redmi 5 4 320 ну примерно одинаковые значения напряжения запускаем программу давайте здесь тоже запустим напоминаю друзья что у нас установлен здесь процессор snapdragon 435 здесь процессор helio и 22 здесь процессор snapdragon 450 как можете видеть интерфейс программы здесь будет отображаться график непосредственно загрузки процессора здесь работа самих ядер ну и будем дополнительно контролировать по float cpu ну и давайте запустим тест ну и здесь тоже этот мы уберем как можете видеть пошла загрузка процессорных ядер то есть максимальная нагрузка идет и производительность здесь у нас 53 примерно 54 миллиона инструкций в секунду здесь 65 миллионов инструкций в секунду и уровне 5 76 миллионов инструкций в секунду и обратите внимание сейчас на рэме 4x рэме 4x у нас уже снизил свою производительность отключив полностью одно из ядер причем производительного кластера который до 1 и 4 и производительность 5550 упала до 47 48 миллиардов инструкций в секунду остальные два испытываемых общем-то идут достаточно ровно но сразу же надо отметить что у нас все-таки быстродействие немножечко меньше у helio p22 нежели у snapdragon 450 ну незначительно 63 видите против семейсти пяти далее у нас растет температура по батарее непосредственно у рэме 4x и рэме 4x у нас отключает второе ядро и соответственно производительность еще падает в общем то делается это для того чтобы снизить энергопотребление и нагрузку на батарею процессор 435 установлен в рэме 4x выполнен по старому 28 нанометровому техпроцессу ну естественно такие явления для него это в принципе норма здесь у нас на helio p22 12 нанометровый техпроцесс на sd 450 14 нанометровый ну и как видите они держатся молодцом несмотря на то что температуры поднимаются у нас здесь 52 по центральному процессору здесь 50 чипа сохраняют стабильность на уровне центрального процессора не о ком трофинге разговора не ведется загрузка стопроцентная все частоты здесь у нас два кластера до 2 гигагерц 4 ядра и 4 до полутора а здесь все ядра работают на частоте 1 и 8 то есть работает на своих родных частотах здесь же несмотря на то что температура у нас 52 градуса по центральному процессору батареи уже 36 и мы видим серьезные просадки и процессор у нас вместо 8 ядерного уже очень запретился в 6 ядерное то есть у него напрочь отсутствует два ядра не просто отключены обратите внимание у нас на одном из ядер также пропала нагрузка причем чистота его то есть оно присутствует энергосберегающие функции самого процессора не отключили то есть планировщик а здесь его просто нет загрузки нет по нему сюда не смотрите на процессоре mediatek загрузку не показывает эта программа вот из прогул загрузка на снабдерга 450 все ядра полностью загружены ну и что же мы видим производительность у нас упала ну практически на 35 40 процентов от первоначально температура 38 по батареи 52 по чипу оставляет желать лучшего производительность давайте глянем что у нас происходит с эксиносом производительность плавает от 73 миллярдов инструкций да я смотрю 60 там снижается периодически но посмотрите какие температуры при этом температуры на центральном процессоре 81 79 градусов температура батареи 40 как видите здесь я положил их смартфоны на такую подложку резиновую на который обычно делал ремонт и здесь один чехол примерно равные условия ну что же что у нас здесь происходит после 7 минут тестов мы видим на процессоре снайбергом 435 в общем-то дичайшее падение производительности температура батареи 39 градусов центральном процессоре 54 и снижение у нас почти но не в два раза конечно но процентов на 40 helio p22 35 температура батареи 56 ядер центрального процессора производительность не падает частоты также максимальные и snapdragon 450 54 градусов центральный процессор 36 батарея и производительность также отличная сейчас я проделаю небольшой фокус чтобы показать вам что в общем то это все зависит именно от температуры батареи троттлинг сейчас я этот аппарат помещу в холодильник минут как раз на 5 у нас не закончился и так друзья вот я открываю холодильник я тут приготовил небольшую постельку для нашего испытуемого с горячим самым нравом на такие два сорока положим его закроем на пять минут ну что ж друзья смотрите что у нас происходит после того как батарея охладилась производительность у нас собственно восстановилась мы вернулись зеленую зону однако одно ядро к нам так и не вернулось все тест завершился температура этих двух аппаратов вот по батарее даже не достигли 40 и так что у нас получилось по производительности ридми 4x и снабжер на 435 максимально 57 минимально 37 а в рейдж среднее значение 43 ридми 6 и хелёпи 22 максимально 69 минимально 65 среднее значение 67 и ридми 5 снабжер на 450 максимальное значение 87 минимальное 79 и среднее значение 82 теперь давайте посмотрим троттлинг здесь написано что нас 65 процентов то есть это на 35 процентов была снижена производительность у ридми 6 надпись но у сипе у там алтро шнг дата то есть не замечен троттлинга вообще стопроцентная производительность и сипе у троттлинг у насчет процессора snapdragon 435 и ридми 5 замечен 8 процентов вот такие друзья интересные показатели короче говоря троттлинг процессор напрямую зависит от того как он живет батарею а соответственно как он живет батарею так у нас и она нагревается и механизмы которые управляют энергопотреблением сбрасывать частоты отключают ядра надо сказать к слову что я проводил много раз этот тест подряд несколько раз и мне удалось эти два процессора заставить троттлить более серьезно но для этого друзья мне пришлось выставить яркость на сто процентов сейчас я вам покажу вот собственно скриншот где мне удалось процессор этот заставить троттлить на 17 процентов не помню здесь у меня такой есть скриншот делу я посмотрим да есть тоже скриншотик здесь еще удалось на один процент при достижении температуры по батарее 43 градуса у нас производительность здесь в общем-то упала видите да до 55 здесь упала до 77 однако сколько я не пытался сделать нечто подобное в играх или в других задачах в общем-то у меня этого не происходило оно и понятно такую стопроцентную нагрузку как в синтетике в общем-то нигде больше вы не получите даже в играх такой нагрузки не будет ну а этот процессор 435 на 28 давайте последний глянем собственно сколько у нас ушло батареи посмотрим начали по процентам здесь 95 здесь 92 и здесь 92 процента но вы скажете как же так александр ты же сам все время говорит что смотреть в андроиде по процентам это некорректно да действительно для этого я запустил программу которая показывает напряжение обратите внимание рэдми 5 нас показывает напряжение 4243 трэдми 6 показывает напряжение 4251 и рэдми 4x показывает напряжение 4200 10 то есть все-таки рэдми 4x несмотря на свою 4000 батареи еще раздражается быстрее тоже мы имеем в итоге друзья да все в общем то хорошо процессор снабреган 450 и процессор helio p22 показывает примерно равную производительность и очень хорошую стабильность да чуть-чуть уступает helio p22 но незначительный рэдми 4x со своим снэпдрагон 435 выполнен по 28 техпроцессу конечно не может составить никакую конкуренцию не по быстротействию не по энергопотреблению и в общем-то его время ушло как говорится ему пора на покой ну а эти два аппарата оба имеют право на существование так сказать на жизнь ведут себя отлично в том числе в различных задачах и в играх для своей разумеется ценовой категории и в общем-то имеет право на дальнейшее сосуществование в линейке аппаратов сиоми рэдми на сегодня у меня все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить выход новых видео и до новых встреч пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok